привет всем сегодня у нас будет вторая часть про мой самокат сегодня у нас конец сезона осень на дворе красиво самое главное сегодня я вам расскажу покажу все нюансы плюсы и минусы все и критерии короче будет самое главное что как вы уже догадались интересно так что погнали нормальные начинаю они с и 500 евро спорт режим 12 13 14 и вам стараются поехал по картошке сразу вам расскажу про цены начинаются не от 200 евро но все равно 200 и 200 евро это не маленькие деньги просто так не валяются нормальные начиная они с и 500 евро 500 600 короче примерно так и до 2000 или больше смотря короче что на них присобачено то есть в каком классе вам нужно сразу будет понять где вы будете ездить по грунтовым дорогам так где плохая проходимость или так начали на расслабоне смотря на девочек на мальчиков и ездить по асфальту поэтому я также советую вам взять размеры багажника вашего автомобиля так как у меня также был уже один прецедент слава богу поменяли вот он будет очень часто ездить в багажнике вот он и есть достаем его ну чтож вот он этот самокат как его собирал и как его распаковывал первая часть этого видео есть уже на моем канале там сто процентов также интересно поэтому ссылка будет в описании уберем его чуть подальше от машины чтобы его лучше рассмотреть и так еще раз этот самокат совсем из простых моделей я не стал смотреть короче что-то профессиональное так как там вообще какие-то космические цены то что такое простенькое поэтому аккумулятора у этого самоката 10200 ампер и мощность мотора которая в сзади 350 ватт и запас хода 40 километров кстати что запрещают ездить по дорогам общего пользования только по по тротуарам так поэтому дальше на него короче не нужны права никакие водические но на более больше на более дорогие и мощные короче нужны обязательно там а или б категории еще я слышал типа m1 короче эта категория поэтому кто знает напишите пожалуйста в комментариях потому что я так толком нормальный смог разобраться и короче чё у нас он весит 17 половиной килограмм так что совсем не тяжелый складывается раскладывается он совсем так легко две защелочки есть такие вот раз и два есть подножка чтобы он не валялся где-либо то как бы он всем очень легко подойдет мама папа бабушка дедушка тут не надо короче не возиться и не что-то химичить так дальше дальше при стуре круче сверху вниз дальше рассказывает начну я его еще также не распаковывал но прям досконально вот перед вами кровать сейчас будет официальная официальная распаковка надо заснять как все сохранить положу в карманчик сохраню на память в рамочку короче повешу у нас по бокам резиновые ручки правый рычаг газа вот этот звоночек рычаг переднего тормоза посередине находится дисплей впереди также находится фонарик вот вот а я тут тоже самое он бог не сделал ну-ка официально официально обалдеть да как же красиво смотрится теперь эта фара эффективно бьет примерно 10 метров них ухры-мухры 10 метров сзади у нас также это не отражатель это также фара и также распаковка классников рады от платформы батареи и до земли у нас 10 сантиметров благодаря такому клиренсу можно хорошо проходить через стандартные препятствия я бы вам не советовал прыгать или зале залетать на бордюры потому что низ низ этого самоката пластмассовый не днище можно повредить повредиться сто процентов колеса у нас 10 дюймовые пневматические шины аморта в карте нету поэтому ощущается ощущается все эти кочки сбоку нас разъем для зарядки вот тут находится такая резиновая заглушка так что всегда следить чтобы она была плотно закрыта при езде в мокрую погоду ну что же давайте короче уже его включим включить его можно очень легко одним нажатием все загорелось также зайдем включив телефон нужно его подключить через одну программу что за программа я также подробно рассказал в первое видео ссылка будет также в описании блин опять апгрейд надо сделать сделаем апгрейд все соединились сто процент аккумулятор 40 километров можно проехать итак когда вы включаете телефон тут внизу пролистывая есть три особенности первое это режим круиз-контроля ну круиз-контролемеры все знаешь что такое второе это рециркуляция энергия и обновление прошивки но мы уже обновили эту прошивку вот это рециркуляция не знаю почему так назвала потому что я когда его устанавливать программа я поставил на русский язык я она почему-то вот так вот перевела а рециркуляция энергии это рекуперация давайте я вам немножко расскажу что это такое рекуперация когда вы заходите телефон и нажимаете на посередине эту рекуперацию а там есть три режима слабый средний и сильный любой из этих режимов вы можете переключать через это приложение чем они отличаются как только вы отпускаете эту гашечку газа да то самокат начинает сам притормаживать потихоньку притормаживать чем сильнее вы выбрали режим чем выше если грубо говоря самый высокий тем сильнее он тормозит тем самым он накапливает энергию в мотор заднего колеса переносит обратно в батарее тропа середине таким образом вы сможете сократить эту примерно до 10 процентов электроэнергия а это примерно уже пять километров езды ну что ж вот и время пришло пойти покататься кстати кстати самое главное очень часто вы наверное видели как люди ездили одной рукой вот так вот и снимая телефон налево направо это очень сильно небезопасно почему потому что на этих самокатах очень легко словить воблинг или вилли так как больше слышал а это когда ты едешь-едешь-едешь попадаешь на какую-то маленькую выемку или какую-то ямку и руль начинает вот так вот налево направо просто дергать и на работе проблемы ты не вышел и травма пункт смотря не дай бог как ты еще упал и вообще ты становишься конкретным кем дедом поэтому надо очень сильно быть внимательным и осторожным следить что впереди на дорогах у тебя лучше всего одевают какой-нибудь каску шлем или этот арбузный арбузный шлем короче такой можно конечно ищите наколенники короче на вот можно полностью вся муроваться но и тогда спокойно и поехать учиться потому что он не маленькую скорость развивает каждый каждый по разному а эти дороги все разные смотря где ты хочешь кататься как я уже начале ролика говорил или по по дорогам или по неровным короче дорогу ну что же давайте мы уже врубим его поедем покатаемся а то время идет солнце садится уже скоро темно будет и не успею короче вам показать покатушки него ну как короче говорил я включаем программу в телефоне включаем самокат одним нажатием на кнопки нажали и тут сверху будет нолик это километраж показывать насколько он развивает тут короче будет три режима эко д и спорт чем отличие этих режимов эко у нас 15 только разгоняет д он только 20 километров разгоняет из с это спорт и тут короче самое интересное а тут внизу это заряд батареи показывает спорт самое интересное помните короче я вам рассказывал в чем отличие в первом ролике в чем отличие от американского и европейского самоката у меня в данный момент это американский самокат но вот американский самокат он сразу же развивая 30 километров в час этого не хухры-мухры а европейский короче только 25 не можно конечно его и прошить я не спорю можно затюнять короче он можно не могут и быстрее поехать но чтобы ничего не делая просто его упаковки достать и сразу начинать ехать и он едет 30 километров в час это уже уровень для самоката такого простенького скажем так я короче всегда грубо говоря катаюсь на спорт режиме на самом последнем так как он уверенно короче начинает разгоняться и более проходимой вот на нем намного интереснее стою короче на этой деке так называется платформа у меня грубо говоря очень длинные ноги и все они не вмещаются чем длиннее это дека тем устойчивее он будет стоять на дорогах кстати дека у нас куда можно у нас 45 сантиметров потом один раз короче нажав на еще раз на кнопку когда он уже включен включаются фонарик фонарик ледовский а это задний не знаю видно не видно но одна камера всегда светится он никогда не выключается выключается только перед я конечно боюсь короче вам показать в этот 30 километров в час как он разгоняется потому что как я говорю он очень нестабильный короче когда едет но дорогие мои телезрители дорогие мои телезрители я постараюсь не наебнуться включаем эко видно да так отталкиваемся и поехали а че такой косяк короче был так эко 12 13 14 15 вот максималка эко 15 километров потом дальше врубаем д средний режим надо вы только вот разгоняется 20 сейчас кстати самое ведь идеальное удобство на этих самокатах это то самое наверно первом месте что вы можете на них везде проехать там где на машине короче нельзя вот странные короче люди я сейчас снимаю ролик вон там может видеть и прочь нет женщина валяется в листьях там где недавно круто собаки ходили и упражнялись и они условно ходили в туалет всегда когда катаешься на таких самокатах особенно когда берешь в аренду таких самокат и всегда же хочется на какие какой-то фигней пострадать правильно особенно когда ты еще молод горячь же правильно поэтому я вам обещал короче показать грубо говоря на что он способен и этим сейчас мы и займемся я включил пока что эко режим потому что не мог короче ехать вот но только в с режиме в спорт потому что если не в спорт он одним словом очень дохлый и не тянет и ничего не с ним никуда крути не поехать просто low low богу вот поэтому приступим примера ты едешь 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 такой и надоелок по тротуару надо сократить короче дорогу и бам скорости поехал по картошке картошка картошка развалилась ну чтож короче как вы сейчас заметили по траве он идеальный глядя гоняет буксует дрифтует так что поехали дальше посмотрим на что он способен кстати то что то что я сейчас попробовал что-то нереально сделать я хотел попробовать burnout это грубо говоря передний тормоз зажать и чтобы заднее колесо крути крутилась я тут пробовал 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 вот она шлейф как видите и чё-то короче не идет ни хрена нажимаешь на тормоз и как будто она автоматически блокирует заднее колесо ну а удержать блять удержать его очень тяжело и и Итак, дамы и господа, я решил взять у друга такое маленькое крепление, чтобы все-таки заснять для вас, что это такое спорт режим, так сказать. Так, как вы видите, спорт режим включен, все окей. Короче, будем очень сильно внимательно, осторожно, потому что 30 километров это тебе не шуточки. Вот, и как вы думаете, заедем или нет? Че, заводят, кручу лодку, и у него постоянно, короче, дымоход там геерачит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова